Всем привет! С вами Диана Лауши и наша рубрика CCN – найди различия. Те, кто изучает китайский язык хоть немного, уже столкнулись с такой ситуацией, когда для вопроса «Сколько тебе лет?» используются разные варианты. Я знаю как минимум четыре. Давайте разберемся, в чем же между ними разница. Первый вариант и самый распространенный – это спросить НИ ДИ СУЭЙ, буквально «Тебе сколько лет?». Обычно этот вопрос задается детям младше десяти лет. Например, «Сколько лет твоему сыну?» НИ ДА АРЦИ «Сколько лет?» ДИ СУЭЙ. Ему пять лет. ТА ЕМУ У СУЭЙ. Пять лет. ТА У СУЭЙ. И второй пример, тоже довольно распространенный – это задать вопрос НИ ДО ТА, буквально «Ты насколько большой?». Этот вопрос мы наоборот задаем детям постарше десяти лет или своим ровесникам. Например, «Тебе сколько лет?» НИ ТЕБЕ ТУО ТА. Сколько лет? НИ ТУО ТА. И ответ. На самом деле, мои друзья китайцы говорят, что сейчас никакой особой разницы между этими фразами нет. То есть, если вы спросите своего ровесника НИ ДИ СУЭЙ или спросите у малыша НИ ТУО ТА, то, в принципе, никакой большой ошибки вы не совершите. Третий и четвертый варианты между собой похожи. Вопросы ТУО ТА НИН ДИ и ТУО ТА СУЭЙ ШУ задаются людям среднего и старшего возраста. Причем задаем мы их с уважением к старшему поколению. Например, «Сколько вам лет?» Вам. НИН. Сколько лет? ТУО ТА СУЭЙ ШУ. НИН ТУО ТА СУЭЙ ШУ. Или второй вариант. НИН ТУО ТА НИН ДИ. И ответ. Годков мне уже много. ВОДА СУЭЙ ШУ. ТА. 91 год. ДЁУШИ И СУЭЙ. ВОДА СУЭЙ ШУ ТА. ДЁУШИ И СУЭЙ. Если вы хотите прожить много лет и чтобы когда-нибудь у вас спросили НИН ТУО ТА НИН ДИ, то ставьте лайки. Не забудьте сделать домашнее задание, которое ждет вас внизу. Ну а мы увидимся с вами в следующем выпуске. Пока!